Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор будет посвящен одному из вариантов автомобиля, который вы будете рассматривать к приобретению, если вы смотрите машину, собранную чисто для Японии, то бишь с правым рулем, обязательно с тремя рядами сидений, рассчитанную на 7 пассажиров и, конечно же, марку Toyota. Все эти вещи объединяет в себе Toyota Sienta в кузове XP-170. Это второе поколение модели. В нашем сегодняшнем коротком обзоре мы посмотрим на этот автомобиль изнутри и снаружи, промеряем багажник, посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом, ну и немножко поговорим про технику. Само собой, разумеется, не обойдется без взгляда на автомобиль снизу, с подъемника. 170-й кузов Sienta появился в 2015 году. Эта машина простояла на конвейере до 2022-го, когда ее сменило уже нынешнее актуальное поколение модели. В 2018-м автомобиль подвергли рестайлингу, самым значимым изменением которого, помимо обновления светотехники, стало появление самой дешевой пятиместной версии этого минивэна. Что касается гаммы двигателей и коробок передач, на эти автомобили могли устанавливаться двигатели объемом полтора литра рабочего объема. Двигатель мощностью 103 лошадиные силы, относящийся к старой NZ-серии, агрегатировался с вариатором и полным приводом. Более современный представитель серии NR на 109 лошадиных сил сочетался с вариатором и передним приводом. Была также и гибридная версия модели. Наш сегодняшний экземпляр – это рестайлинг 2019 года. Полтора литра, 109 лошадей, передний привод, вариатор 7 мест и 95 тысяч пробега по Японии. При первом взгляде на этот автомобиль становится понятно, что 170-й кузов Сиенты не имеет вообще ничего общего в плане дизайна с его предшественником. Автомобиль стал смотреться гораздо современнее, элегантнее и как-то по-спортивному. Машина получилась немаленькой, но и громоздкой ее также не назвать. Длина этого минивэна 4 метра 26 сантиметров, ширина 1 метр 69, а высота кузова в зависимости от версии может быть как 1 метр 67, так и 1 метр 69 сантиметров. Колесная база при этом 2,75, а это показатель больше, чем у иных среднеразмерных седанов. Радиус разворота 5,2 метра, а масса полностью снаряженного заправленного автомобиля может достигать 1700 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, в данном случае картина стандартная для большинства автомобилей, приезжающих из Японии. Толщина родного слоя лакокрасочного покрытия на этой машине будет лежать в диапазоне от 70 до 100-120 микрон. Если больше, возможно, вы имеете дело с окрашенным элементом. Говорить о появлении коррозии на этих машинах пока преждевременно. В конце концов, самые пожилые сиенты едва-едва разменяли семилетний рубеж. Вот лет через пять после эксплуатации по российским дорогам посмотрим, как себя проявят их кузова. Но пока, по крайней мере, на большинстве подобных автомобилей, прошедших через наши руки, по части коррозии все обстояло благополучно. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем, конечно же, с багажника. Ведь это все-таки автомобиль семейный и очень практичный. Доступ в багажник открывает довольно-таки объемная пятая дверь. Видно, что пол здесь находится достаточно низко. Соответственно, погрузка и выгрузка вещей тяжелых пакетов здесь не будет представлять никакой проблемы. Ну, а теперь посмотрим на проем и, собственно, габаритные размеры багажного отделения. Ширина проема, в данном случае, примерно посредине, это 103 сантиметра. Высота багажного пространства порядка также 103 сантиметров. То есть багажник, по факту, у нас имеет квадратную форму. До задних сидений от заднего бампера, в данном случае, порядка также 103 сантиметров. Таким образом, при поднятом втором ряде и сложенном третьем багажное отделение Сиенте – это ровно один кубометр полезного пространства. Если же этого кубометра вам покажется мало, вы можете увеличить длину погрузочного отделения, сложив второй ряд сидений. В данном случае они опрокидываются вперед на манер того, как они складываются, например, у Mitsubishi Outlander XL. Но при этом сидения перекрывают пространство между передними креслами. Полезная длина багажника в данном случае возрастает с одного метра до метра 57 сантиметров. Ну а при поднятых сидениях третьего ряда багажник, конечно же, здесь получается весьма небольшой. И длина багажника в данном случае всего 30-31 сантиметр. Что касается каких-то дополнительных удобств по багажному отделению, с левой стороны здесь есть небольшой плафон освещения. Ну а снизу мы имеем плоскую нишу, куда можно сложить инструмент. И под ней докатку, в нашем случае, что довольно необычно. Ведь большинство современных японских автомобилей с запасными колесами уже ни в каком виде не комплектуются. Ну а теперь поговорим про салон Сиента в кузове XP-170. Попадая сюда, замечаешь контраст, причем очень резкий, с интерьером предыдущего кузова. Если старая Сиента, особенно в некоторых вариантах цветового исполнения интерьера, вызывала очень умиротворяющее чувство, как будто находишься в гостях у бабушки, да простят меня владельцы подобного автомобиля, то есть интерьер ее был выполнен в абсолютно спокойных тонах и формах, то на этом автомобиле все выглядит несколько более авангардно. Но при этом достаточно оригинально и в целом удобно. Что касается посадки, то попинять в данном случае можно только на относительно небольшой диапазон регулировки кресла. В данном случае я сижу максимально отодвинут назад. Мой рост 1,86 м, и в принципе в данном положении мне за рулем этого автомобиля удобно. Но сам диапазон регулировки сидения довольно-таки небольшой. Что касается опоры для локтей, пространство вокруг Сиента не очень широкий автомобиль, всего 1,69 м, а это меньше, чем, например, у Тойоты Марк 2 в сотом кузове. Но, тем не менее, под правой рукой здесь есть место. И место, куда пристроить локоть тоже. Подлокотник довольно удобный, под правой рукой находится также блок управления стеклоподъемниками и регулировка боковых зеркал. С левой же стороны в этом смысле все обстоит не очень радужно. Никаких подлокотников, по крайней мере, в нашей комплектации не предусмотрено. Самих клавиш управления в салоне Сиенты минимум. И любой человек, кто хоть раз в жизни ездил на любой Тойоте, здесь без труда освоится. Под правой рукой у нас находится блочок клавиш, где присутствует корректор фар. Также клавиши системы активной безопасности. Это контроль движения в полосе и контроль дистанции. Клавиши включения-выключения системы автоматического переключения света фар с ближнего на дальний. И под правой рукой, правда, спрятанные от взгляда водителя при нормальном положении, это клавиши открывания боковой двери электропривода, клавиши включения-выключения самого электропривода. И если бы обе двери были электрические, то и клавиши открытия правой двери тоже. С левой же стороны, опять же, перекрываемый полностью рычажком управления стеклочистителями, дополнительный блок кнопок. В нашем случае здесь присутствует только система старт-стоп и кнопка включения-выключения системы стабилизации. Слева от селектора консоли блок управления кондиционером. В нашем случае довольно-таки удобные поворотные рукоятки. Все это дело можно регулировать на ощупь, не отвлекаясь, в общем-то, от дороги. Есть также довольно оригинальный крючок для пакетов, куда можно подвесить что-то весом до 3 кг. Это мультимедийная система, куда выводится изображение с камеры заднего вида. Ну а по части бардачков и подстаканников все обстоит следующим образом. По правой и левой стороне центральной панели у водителей и пассажира есть довольно объемные круглые подстаканники, куда можно поставить даже большой стакан объемом 0,5 литра. В дверных картах внизу есть место под небольшую бутылочку, а также карман для мелочей. А вот самих бардачков здесь два. Верхний, довольно-таки объемный по меркам верхних перчаточных ящиков, очень жизнеутверждающего оранжевого цвета. И нижний, который по объему поменьше, но куда можно положить, например, ту же самую инструкцию к автомобилю, либо какие-то документы, тот же самый страховой полис, плюс некую необъемную мелочевку. По части обзорности, несмотря на высокую переднюю панель, все обстоит неплохо. Само собой, разумеется, нос у автомобиля полностью слепой, как это и происходит на большинстве автомобилей с клиновидной формой передней части. Боковые зеркала не вызывают нареканий, как в плане своей формы, так, в принципе, и в плане площади. Несмотря на довольно-таки широкие передние стойки, дополнительное остекление исключает мертвые зоны. Так что езда в городе на этом автомобиле в плане обзорности не будет вызывать каких-либо негативных эмоций. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на задних рядах. Что касается второго ряда сидений. В данном случае, обращая на себя внимание, небольшая ширина салона, соответственно, трем человекам, скажем, крупной комплекции, здесь будет уже достаточно тесно. Двое сядут без проблем. Никакого тоннеля на полу здесь нет. Сидение также абсолютно не профилировано, оно полностью плоское. В нашей комплектации не предусмотрен центральный подлокотник. Собственно говоря, подлокотников под правую руку у задних пассажиров здесь тоже нет. Похожая картина наблюдается и в Toyota Isis или Isis. У нее также дверные карты практически плоские. Кнопки управления стеклоподъемником, дверная ручка и подстаканник или подбутыльник, можно так назвать, по низу дверной карты. По пространству. В принципе, пространства для ног здесь достаточно. Я сижу сам за собой, колени не контачат с передним сидением. До потолка места также достаточно много. Есть, судя по всему, ионизатор, потолочный ионизатор воздуха для задних пассажиров. Но есть один момент, на который стоит обратить внимание. При моем росте 1,86 м, и при моей длине конечности, я не касаюсь нижней частью бедра края сидения. То есть, ноги у меня фактически находятся на весу. Насколько это будет удобно в дальней дороге, вопрос дискуссионный. Спинка заднего сидения, кстати, также имеет регулировку по наклону. Можно выставить ее практически в вертикаль, а можно наклонить практически в лежачее положение. И в этом случае, конечно, на дальняк уже будет ехать удобнее. Что касается третьего ряда сидений, то он здесь самый высокий в плане позиционирования. Выше, чем передние два. Естественно, это легковой автомобиль, поэтому огромного простора на третьем ряду ожидать здесь не приходится. Чтобы сюда разместиться, мне пришлось даже немного сдвинуть вперед второй ряд. Но при этом место для ног пассажиров второго ряда все равно сохранилось. По ширине это сугубо два взрослых пассажира. Но при всем при этом, именно пассажирам третьего ряда в Сиенте положены подлокотники, в которых также отформованы круглые подстаканники. Спинки третьего ряда сидений здесь регулируются по наклону, но в очень уж ограниченном диапазоне. Это буквально пара-тройка сантиметров. И сразу за третьим рядом машина, соответственно, заканчивается. В целом, места на третьем ряду Сиенте ожидаемо немного. Так что в дальнее путешествие здесь вы вряд ли отправитесь. Но в качестве мест для детей это сидение подходит вполне. Также стоит отметить один плюс. Третий ряд в Сиенте складывается, прячась под второй ряд сидений. И, соответственно, место в багажнике никаким образом уже не занимает. Что касается подкапотного пространства Тойоты Сиенте, то первое, на что обращаешь внимание, открывая капот, это нормального, привычного нашего глаза форм-фактора аккумулятора в большом корпусе. Ну а вот по части силовых агрегатов здесь могло стоять всего три варианта силовой установки. Все они полуторалитровые. Если говорить про гибридную версию Тойоты Сиенты в 170-м кузове, то, по сути дела, это то же самое, что и Тойота Аква. С двигателем 1NZ FXE. Моторе, адаптированном для работы в составе гибридной установки. Мотор-редуктор, инвертор. Все под капотом традиционно. Два контура системы охлаждения и две помпы. Полностью электрическое навесное на двигателе. И с поправкой на свежие года и маленькие пробеги подобных автомобилей. Без проблемность эксплуатации на протяжении достаточно долгого времени. Вместо коробки в гибридной установке будет планетарный редуктор с электродвигателями. Но если же вы все-таки предпочитаете обычный бензиновый автомобиль, то ваш выбор сведется к двум вариантам силовой установки. В случае с полным приводом под капотом будет располагаться 1NZ FE на 103 лошадиные силы. Это алюминиевая рядная четверка с цепным приводом ГРМ. Абсолютно бесхитростный двигатель. И в целом достаточно надежный. Пробеги, которые это силовая установка при условии нормального обслуживания и использования качественных горючих смазочных материалов способны преодолеть, будут лежать за отметкой в 300 тысяч километров пробега. На пробегах свыше 200 некоторые владельцы NZ, конечно, сталкивались с необходимостью заменить цепь. А также те из них, кто в свое время подогрел двигатель или, скажем так, тянул с интервалами замены масла, вполне могут сталкиваться также и с масложором. Но в целом двигатель не проблемный, очень распространенный на вторичке. И с поправкой опять же на то, что подобные сиенты еще едва-едва разменяли 7 лет, нарваться на убитый двигатель надо еще постараться. В любом случае, при покупке автомобиля обращайте внимание на то, чтобы двигатель был исправен, не дымил, не коптил и работал ровно. В случае же, если вы смотрите переднеприводную машину, как в нашем случае под капотом, находится два НРФКЕ. Это рядная алюминиевая четверка с цепным приводом ГРМ, с гидрокомпенсаторами, способная благодаря фазовращателям нового поколения работать по циклу Аткинсона, более экономичному, чем привычный нам цикл Отто. Эти силовые установки появились как раз в 2015 году, и какой-то статистике глобальных проблем по ним не накоплено. Моторы, в принципе, получились также надежными, хоть сам производитель и заявляет предельный ресурс этого двигателя в 200 тысяч километров пробега. Однако на практике ходят эти моторы гораздо дольше. Из основных вопросов, у кого-то появлялся масложор, впрочем, пока еще достаточно в ограниченных объемах, и это достаточно редкое явление, быстро закоксовывается впуск, то есть периодически необходимо осуществлять чистку. И необходимость использовать на данных двигателях топливо хорошего качества, крайне желательно 98-й бензин. Не забывайте о замене масла в разумные интервалы, например, раз в 7 тысяч километров пробега. Масло по каталогу 0W20, но на машинах с большим пробегом не будет зазорным перейти на масло чуть большей вязкости. Заливается его сюда, кстати, довольно немного, всего 3,4 литра. Можно предположить, что к большим пробегам большинство владельцев подобных двигателей успеет поменять помпу, ну и, может быть, может быть, столкнется с необходимостью поменять катушку зажигания, например. То есть какого-либо криминала или изначально с завода заложенных конструктивных проблем по данным двигателям нет. Ну а 109 лошадиных сил и 136 ньютон-метров крутящего момента этому семейному минивену в целом хватит, как в городе, так и на трассе. Вариаторные же коробки передач с бензиновыми моторами в целом надежны, до 200-250 тысяч километров они выходят железно. Не забывайте менять рабочую жидкость раз в 40 тысяч километров пробега, ну и, соответственно, фильтра. Ну а теперь коротко о важном. Дорожный просвет. У нашей Toyota Sienta по каталогу этот показатель составляет 145 миллиметров. Ну, давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Если брать за низшую точку передний бампер, то до самого бампера в данном случае около 17-16 сантиметров. А ниже этой отметки, в районе 13 сантиметров, находится пластиковый брызговик. И в целом, если мы промеряем низшую точку, а это расстояние от низа до пластиковой защиты, порядка тех самых 145 миллиметров. То есть, в принципе, все очень похоже. По порогам это порядка 17 сантиметров до самого порога и 14 до, опять же, пластикового брызговика по передней части. И в задней части 12,5 сантиметров до брызговичка. И порог на расстоянии тех же самых 17 сантиметров. Расстояние под задним бампером почти 22-23 сантиметра. Так что к высокому бордюру, по традиции, паркуемся задним ходом. Если говорить про подвеску этого минивэна, то в данном случае она достаточно комфортная, ориентированная. Скорее, не на управляемость, а на то, чтобы не растрясти по дороге пассажиров этой машины. А при всем при этом, подвеска на Сиенте, скорее всего, мы пока можем это только предполагать, будет отличаться не меньшей живучестью, чем, например, на Тойоте Айсис или Изис, где многие владельцы на пробегах ранее 200 тысяч километров сталкивались, разве что с необходимостью обслужить стабилизатор поперечной устойчивости, то есть втулки и стойки. В данном случае рулевая рейка у нас, конечно же, электрическая. По каких-либо проблемах по рулевым рейкам этой генерации от владельцев информации пока не было. Нижние шаровые опоры в данном случае в нарушении давней тойотовской традиции выполнены не на болтовом соединении и, по идее, меняются здесь только совместно с передними нижними рычагами. Кстати, сама передняя подвеска здесь типа Макферсон. В задней части мы наблюдаем защиту топливного бака, который имеет здесь довольно скромный объем, порядка 45 литров, но с поправкой на небольшой рассуд топлива этой машины его должно быть достаточно. У нас передний привод, соответственно, задняя подвеска более простая по конструкции. Здесь у нас обычная балка, есть сайленблоки-балки, к которым вы, скорее всего, не прикоснетесь до пробегов тысячи эдак под 300 втулки на амортизаторах, которые, соответственно, при замене амортизаторов вы поменяете вместе с ними. И, собственно, все из технических ухищрений. Если речь пойдет про полноприводный вариант, то в задней части машины вы обнаружите подвеску на двойных поперечных рычагах, которая будет слегка посложнее. Но в плане надежности вряд ли сильно уступит. И еще одно замечание в плане разговора про коррозию. На этом автомобиле никаких следов ржавчины по низу нет вообще, если говорить про панели кузова. Поэтому можно предположить, что с течением времени именно так на большинстве Сьент дела и будут обстоять. Таким мы увидели сегодня автомобиль Toyota Sьenta в кузове XP-170 2019 года выпуска с мотором 1,5 литра и передним приводом. Если вас заинтересовал именно этот автомобиль на нашем подъемнике, есть довольно приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться на продаже в автосалоне RDM Import в городе Новосибирск. Всю интересующую вас информацию по автомобилю вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под этим видео. Ну а если у вас есть или когда-то была Сьента в 170 кузове, на который вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пишите это в комментариях. Ведь людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!